Привет, друзья! Ну что, Татьяна Черновол выписали подозрение в убийстве, и ей теперь уже по-настоящему светит реальный срок. Если выражение будет сфальсифицировано, если меня признают вину, если моё вину будет сфальсифицировано, и у меня будет выражение вины, за уважением, что это, до речи, высшее миропокрание в Украине, в этой статье, это до вечно. Это вечно, говорит Татьяна, и я этому несказанно, честно говоря, друзья мои, рад, потому что в нормальной цивилизованной стране человек, который совершил преступление, он должен сидеть. А Татьяна Черновол в далёком 2014 году во время революции достоинства поджигала офис партии регионов, что привело к смерти одного человека. Хотя, знаете, если вот за это Татьяну Черновол не посадят, то её смело можно сажать за то, что она проникла, перерезла через забор и попала в ДБР. А это, как вы знаете, до пяти лет лишения свободы. Хотя, вы знаете, я вот никак не могу понять, почему за вот этого человека, у которого есть справка, я напомню, гиперактивности с признаками шизоаффективного расстройства, за него впрягся весь бомон предателей Майдана и революции достоинства. Дают символ украинского политика, символ украинского добровольца, символ украинского волонтера, символ жинки-украинки. Это, Петюничка, ты мой дорогой, не символ Майдана, а позор Майдана. Потому что, если символом Майдана с огромного числа достойных людей, которые были там на Майдане, интеллигенция и прочее, выбрали именно невменяемую со справкой, то у тебя, Петюня, просто есть только одна цель. Дискредитация этого самого Майдана. А вот, друзья мои, полюбуйтесь, Арсений Петрович Яценюк пришел поддержать сумасшедшую. И еще один, между прочим, дискредитатор Майдана. Потому что, запомните раз и навсегда, что дискредитаторами Майдана являются не те, кто критикуют Майдан, кто его высмеивает, кто разбирает Майдан по полочкам, а те люди, которые пришли к власти после Майдана и полностью своей экономической, вот этими отсутствием нормальных и здравых реформ и экономического роста, полностью, целиком и полностью дискредитировали идею Майдана. Мы сразу вымагаем уменьшения, так само, вдвече, тарифов на газ для населення, тарифов на электроэнергию. Это зарплата и пенсия в пять раз больше, чем сейчас на Украине. Это новые технологии, внешние инвестиции, открытый рынок, дешевые кредиты. Начал хорошо. Не разменивайся на детали, говори главное. Я ничего не обещаю. Удивительно. Ну а теперь, друзья, поприветствуйте Великого. Он вернулся. Выпускай Кракена. Выпускай Кракен ... ...відмазать от ответственности. Это небезпека. Потому что этот реванш загрожает тому шляху, который брала края в 2014 году. Этот реванш загрожает национальной безопасности нашей страны. Потому что это намагание подконтрольных Кремлевых сил развернуть нашу страну назад до Российской империи. Ага, да, конечно. Если один майдановец убил, как в данном случае Таня Черналова, другого человека на Майдане, то есть совершил преступление, значит все майдановцы подвергаются репрессиями от власти. Просто чудо манипуляции от Турчинова. Браво! Ну правда для класса так пятого, не больше. Мы умеем до ответственности за вклады тех, кто загроживает нашей стране. Про это говорит история. А вот они, пожалуйста, уже угрозы Зеленскому. Такой ультиматум Зеленскому. Мол, если ты продолжишь прессовать наших, типа Татьяны Черновол, которая нам очень и очень нужна, то мы тебе устроим Зеленский новый майдан. У меня вопрос к Турчинову. Вернее, даже не вопрос, я вам, конечно, сейчас что-то покажу. Вот это три года назад. Я думаю, что мы проверим информацию, яка тут надана, и когда будет хоть один натик на то, что есть спорта, яка посыливает оборонную здатность Российской Федерации, вымочите, будем арештовывать и расстреливать. И ничего варианта у него нет. Три года назад Турчинов обещал расстреливать всех тех, кто будет сотрудничать с Российской Федерацией. У меня к Турчинову только один вопрос после этого. А почему ты, Турчинов, сейчас не расстреливаешь своего нового шефа, Петра Алексеевича Порошенко? Хорошо, Владимир Владимирович. Спасибо большое. Да, обнимаю вас. До свидания. У меня вопрос к тебе, Турчинов. А себя? Себя, дорогого, любимого, ты расстрелять не хочешь? Что в 2014 году ты позорно, без малейшего сопротивления, сдал Российской Федерации Крым? Может быть, Турчинов, ты брал, как говорят злые языки, 2 миллиарда долларов в Российской Федерации, чтобы сдать без какого-то сопротивления Крымский полуостров? Нет? Может быть, ты работаешь на Российскую Федерацию, Турчинов? У меня все. Пока. Призначение Кривого Пастора Привого Кабал Рубля. Продолжение следует...